Друзья, всем привет! И я наконец-таки, наконец-таки решил записать видео. Видео будет такое разговорное, об ошибках, которые допускают новички, ну и не только новички. И, наверное, давайте начнем с маркета. На маркете бывает такое, что ваша пушка выставляется почему-то отдельно от всех остальных предложений торговой площадки, хотя ничем не отличается от них, то есть никаких стикеров, никаких именных ярлыков на этой пушке нету, но она почему-то выставляется отдельно. Как видите на этом примере, да, АВП-гадюка немного поношенная, ничем не отличается от этой АВП-гадюки немного поношенной, но при этом выставляется почему-то отдельно. Данный вопрос решается очень просто. Идете в Steam на торговую площадку, выставляете свою пушку, которая у вас не может выставляться на маркете так, как положено. Ну, соответственно, чуть-чуть подороже, чтобы вы ее не купили сразу. И после чего идете на торговую площадку, забираете эту пушку обратно к себе в инвентарь, и в большинстве случаев эта ошибка исправляется. Дальше идем на Трайскинс. На Трайскинсе, собственно говоря, многие новички допускают ошибку, после чего бегут ко мне с вопросом, как так, почему Трайдит оценивает предмет по одной цене, а закидывается по другой цене. Как этого избежать с помощью таблиц, собственно говоря, это все легко решается. Это все просто. Например, если взять Трайскинс, тут есть в скобочках слово ДЕП на сайтах. Видите, берем Трайдит, в скобочках ДЕП, тогда нам будут показываться правильные проценты. А если брать просто Трайдит, будут показываться те цены, по которым сайт, собственно говоря, готов отдать предмет, но не по которым сайт готов принять шмотку. Собственно говоря, ДЕП, это, еще раз повторяю, ДЕПОЗИТ обозначает в переводе вложения, вклад, называйте как хотите. Просто-напросто ДЕПОЗИТ, то есть получается вам интересен конкретно ДЕПОЗИТ на втором сервисе. В моем случае это Трайдит, тут также можно и по ДОТА МАНИ ДЕПО, под ЛУД ПАРАМ ДЕПО брать, КС.трейд, ДЕПОЗИТ, КСДИУС, Трайскенфаст, ну короче, вы все поняли, да? Вот и все, вот и получается решение проблемы. Берете сайт во втором сервисе, где должно быть скобочкой слово ДЕПОЗИТ. Тогда вы не ошибетесь с ценами, по которым сайт готов принимать предметы. Ну, если уж прям совсем что-то неправильно у вас, идете настройки на Трайскенсе и проверяете комиссии, правильно ли они выставлены у вас на сайте на Трайскенсе или нет. Если же это не так, то исправляйте. И давайте же перейдем к следующей ошибке. Она не только на трейдбеке, сейчас я обновлю сайт, она и на Трайскенсе встречается. Собственно говоря, проблема весьма такая локальная. Решается она тоже, опять же, очень просто обходите стороной эти вещи. Вот она так и решается. Собственно говоря, выбираете, например, сервис Market первый, да? Второй сервис Steam Community. И видите то, что здесь очень выгодно закидываются стикеры под 56%. Смотрите, получается за 100 рублей она здесь в маркете оценивается, а до 7 бачей оценивается в стиме. Это неправильно. На стиме был такой случай, что некоторые товары разделились на две ссылки. И если вы будете брать, получается, этот предмет на маркете, вы будете продавать его совершенно по другой цене внутри стима. То есть это, если что, проверяется легко. Заходите на клейка, да? Рукрутые цыпы, голографическая. И как видите, здесь нет активных лотов для этого предмета. То есть, получается, шмотка обоганулась, разделилась надвое. И в итоге так и осталась получаться третьей страницы этой шмотки в стиме. Хотя, на самом деле, в поиске, если смотреть, то шмотка оценивается совершенно по-другому в стиме. Поэтому вот эти стикеры обходите стороной. Но я думаю, вы понимаете то, что такие проценты, они нереальны. Зачастую такие проценты очень быстро забирают. Боты, не боты, не важно. Но такие проценты выловить нереально практически, учитывая такую цену шмоток. Поэтому эти стикеры можете спокойно обходить стороной и не обращать на них внимания. Обычно эта ошибка возникает у стикеров, которые у комьюнити появляются. То есть там из обычных капсул, да, игровых, не касающихся каких-то команд и тому подобного. Вот у таких стикеров эта ошибка возникает. Давайте же перейдем к следующей нашей проблеме. Это зачастую многие берут по ошибке вот этот молоток и вот эту вот стамеску на обменниках. Думают, что невыгодно закинуться на другой обменник. К сожалению, это не так. Данные предметы оцениваются по-странному на обменниках. И зачастую, если вы возьмете эту шмотку с другого обменника, вы не сможете ее закинуть на тот обменник, который хотите, по той цене, в которой обменник готов ее принять. Просто обходите стороной эти вещи. Вы их не закинете по выгодной цене с обменника на обменник. Также и на маркете вы их не сможете продать, скорее всего. Вот это небо, которое вы желаете. Поэтому просто-напросто закройте глаза на эти шмотки, поставьте их в черный список на таблицах и забудьте про них. Давайте перейдем к нашей следующей проблеме. Это проблема с трейд-ассистентом возникает у некоторых ребят. Например, если брать лупфару. То есть вот вы хотите найти какую-то выгодную шмотку, да, по трейд, по депозит. Но вы находитесь, например, сейчас на Хази. Нажимаете на Дота 2, да, и почему-то у вас трейд-ассистент не сканирует. То есть, видите, выдаются какие-то ошибки странные. Не сканирует предметы, получается, под трейдит. Данная проблема возникает из-за того, что вы, получается, были на странице Хази и перешли на страницу Дота 2. Лечится это просто. Обновляете лупфарм, будучи находясь на странице Дота 2. И теперь выбираете депозит, опять же, да. И все, у вас цены уже теперь показываются правильные. Под трейдит. То есть можно сканировать, сортировать все как положено, все как надо. И будет все показываться правильно. Теперь же под трейдит. То есть это конкретная ошибка трейд-ассистента. Не знаю, справится ли это в будущем или нет. Но сейчас есть такая ошибка на трейд-ассистенте, когда вы заходите с одной игры на другую игру. И пытаетесь с помощью трейд-ассистента просканировать эти вещи. Но вам уже удается из-за этого ошибка. Давайте же перейдем к следующей проблеме. Она касается конкретно свап-GG. Это не то, что проблема. Это по незнанию люди, впервые встречаясь со свапом, не знают, как получается определять оверстоки на свапе. Оверстоки на свапе определяются очень просто. Вы берете одну шмотку. То есть, допустим, здесь предлагается, да, грубо говоря, давайте найдем, 5 шмоток, да, под свап. Здесь уже их 15 штук. Но при этом оверстоки не показывают. То есть, допустим, если брать трейдит, тут показывают в скобочках оверстоки, да, 24 штуки, вы еще можете закинуть вещей на трейдит. А на свап у вас такое не получится сделать, получается, с помощью таблицы. Ну, вот не показывает она. На трейдинске конкретно такого нет. Собственно говоря, это все очень просто. Берете одну шмотку сначала, идете на сайт и смотрите, сколько их закидывается. То есть, получается, на самом сайте уже будут показаны оверстоки для этой шмотки. То есть, допустим, на вот этот лук еще может закинуться, получается, более чем 11 раз на сайт. То есть, он готов принять еще 11 шмоток этих на свап. Ну, и, наверное, последнее, на чем я хотел бы акцентрировать ваше внимание. На кэс.трейд оверстоки тоже не показываются с помощью таблицы Трайскинса. И поэтому, как бы, мой совет, брать одну шмотку желательно на сайт на кэс.трейд. Если вы берете, например, трейдитесь по доте, то зачастую оверсток на доте, на сайте кэс.трейд является четным числом. То есть, зачастую принимается в среднем до 4 шмоток на сайт кэс.трейд вещей. И после чего эта вещь становится оверсток на сайте. Зачастую, если брать конкретно доту, ухази и раста другие оверстоки, то зачастую это четное число и, скорее всего, 4 штуки принимается на сайте. Но, конечно же, лучше ориентироваться на четное число, опять же. И чем дороже шмотка, например, по доте, тем готов он меньше их принять. Но это, на самом деле, исключение, если брать совсем прямо какие-то очень дорогие вещи. То такое бывает. Такое бывает, но я с этим в последнее время не сталкивался. Зачастую в последнее время я сталкивался с тем, что оверсток 4 штуки в доте, и получается либо же просто четное число. Вот такой вот оверсток на сайте по доте. на кс.трейд. А там дальше дело практики. Я думаю, вы сами разберетесь, сами поймете, можно говоря, какой оверсток на самом деле на этом сайте. Кстати говоря, трейдный систем тоже помогает очень хорошо на кс.трейд. Выбирайте нужного вам бота, да? Выбирайте нужный вам обменник, соответственно, и кнопочка депозит. И, собственно говоря, он сразу же сортирует все предметы, которые есть на этом боте по выгоде. Но, опять же, типа, сейчас обновили кс.трейд, теперь можно брать с любых ботов по несколько шмоток, получается, одним трейдом. То есть не надо вам прыгать с бота на бота отдельными трейдами, можно одним трейдом, получается, все выгодные шмотки найти на этом сайте. Собственно говоря, поэтому это такое. Уже если кому-то прям очень надо, по-быстрому прокрутить баланс. Такие ситуации тоже бывают. Ну, а на этом я, наверное, закончу это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. И в будущем я, наверное, выпущу еще дополнительную часть об обшивках и о некоторых нюансах при трейде. Так что всем удачи, всем хорошего трейда. Ну, а мы с вами скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok